Здравствуйте, товарищи! Изжога, кислотный рефлюкс или герб, вздутие, газообразование и иные проблемы с пищеварением сейчас в наши дни есть почти у 95% населения. Причины разные, но в основном это неправильное питание годами. Но есть и то, что объединяет почти всех этих людей. PH их желудочного сока выше 3 единиц. Сейчас я расскажу вам, от чего это состояние возникает, к чему приводит и о том, как PH желудочного сока привести в норму и как убрать эти болезни ЖКТ простыми, доступными и надежными двумя средствами. Гипохлоргидрия. Да, она возникает с возрастом и по причине неадекватного питания. Тогда желудком выделяется все меньше кислоты, когда PH желудка уже не 1-3, то есть в норме, а скажем 4 и выше. О каком тогда качественном переваривании пищи, усвоении питательных веществ может идти речь? И кстати, о каком избытке кислоты при том же ГЕРБ, кислотном рефлюксе, говорят врачи? Это неадекватно, судите сами. Избыток кислоты где в желудке, где его норма и так 1-3, это сверхкислая среда. Но это же абсурд, нет никакого избытка. А они имеют в виду другое. Кислота просто попадает в пищевод выше желудка, где ее вовсе не должно быть. То есть проблема возникает с клапаном желудка и ожогами слизистой пищевода. Итак, первопричина ГЕРБ или по-другому кислотного рефлюкса и изжоги, это PH кислоты желудочного сока выше 3 единиц. Еще одна проблема недостаточной кислотности желудочного сока, это следствие в недостаточной активации фермента пепсина. А именно он расщепляет в желудке белок на более мелкие полипептидные цепочки белковых молекул. А активируется этот фермент пепсин кислотой желудочного сока с PH до 3 единиц. 1, 2. И он, и этот фермент, как и кислота, уж точно не должны попадать в пищевод. Иначе они его начинают разъедать. Заброс кислоты и пепсина в пищевод очень вреден. Идет изъязвление слизистой оболочки пищевода. А такие постоянные повреждения могут привести к онкологии пищевода. А при PH 1, 3, то есть норме, клапан из пищевода в желудок, как правило, закрыт. То есть проблемы с клапаном, как правило, начинаются при сдвиге PH в щелочную сторону от нормы. Что же делать? Есть ли выход? Да, есть. Даже у пожилых людей выход есть. Ведь фермент пепсин активируется не только соляной кислотой желудка, которую он сам и вырабатывает, но и, скажем, яблочным уксусом, то есть уксусной кислотой. Как вы уже услышали, и это важно еще раз повторить, если PH желудочного сока выше 3 единиц, то соляная кислота желудочного сока не активирует фермент пепсин в полной мере и расщепление белка ухудшается. А еще, и это мало кто знает, PH 1, 3 желудка активирует образование в печени желчи. Более того, если в желудке недостаточно кислоты, идет большая нагрузка на поджелудочную железу, ну, на выработку ей все большего количества другого фермента, который она вырабатывает уже, трепсина, он служит для разбора полипептидных белковых цепочек уже на отдельные аминокислоты. Так вот, нагрузка на поджелудочную тогда возрастает в разы. Так, недалеко и до панкреатита. А для тех, кто любит мясо, животные белки, тем более при кислоте желудочного сока выше 3 единиц, то такая ситуация в комплексе может привести и к раку поджелудочной железы. В этой связи посмотрите мое видео под названием «Мясо надо есть». Ссылки на все то, что я говорю, я оставлю вам под этим видео. Итак, недостаточность кислоты желудка, и это плохое переваривание пищи, и недостаток дезинфицирующих свойств желудка. Значит, инфекции легко могут попасть в организм, и желудок эти инфекции не уничтожит. А далее эти инфекции, бактерии, грибки попадают в 12-перстную кишку, всасываются в тонком кишечнике в кровь, и переносятся кровью во все органы и ткани нашего организма. Да, дорогие друзья, одна из главных функций желудка – это дезинфицирующий барьер на пути попадания инфекции через пищу в наш организм. И вот для этого нужна сильная соляная кислота в желудке и фермент пепсин, потому что он растворяет, расщепляет белки, а все бактерии, вирусы, грибки – это белковые молекулы. Вот так-то. А если патогенные бактерии попали в кишечник, это и газы, и вздутие, это плохое переваривание пищи, это дефицит в конечном счете важных нутриентов, питательных веществ, так как они, эти бактерии, их просто воруют у нас. Я уже не говорю о паразитах, если они есть в ЖКТ, но о паразитах посмотрите непременно на те видео, которые я вам оставлю под этим видео по ссылкам. А еще нехватка кислоты желудочного сока – это и анемия, так как при высоком PH желудка идет недостаточное усвоение железа, сколько бы вы его не ели, и, главное, витамина В12. Не усваивается витамин В12 при паже лучного сока выше трех, вот так. Посмотрите непременно мое видео про витамин В12, и обязательно принимайте липосомальную форму витамина В12. Вот она усвоится в любом случае, как раз за счет транспортной функции и защиты этих липосомальных, то есть фосфолипидных, по сути, оболочек, ну, любого вещества, который переносит этот комплекс, липосомальный. Ссылку на этот В12 я оставлю вам под этим видео. Так как же быть с кислотой желудочного сока, как ее восстановить, даже в любом возрасте? А на помощь нам придет натуральный яблочный уксус, о котором я уже, ну, наверное, в 50 своих видео в той или иной связи вам пояснял. Только, внимание, натуральный ГОСТовский, а не не пойми какой, не другой уксус, а только яблочный. Кстати, и курам, и другим животным его очень полезно добавлять в воду. Ну, а нам, людям, по 1-2 столовых ложки. Перед каждым приемом пищи на 1 треть стакана теплой воды развести и выпить. Выпивать лучше через трубочку, потому что все-таки это органическая, но кислота, или после питья обычным способом, ну, глотками, надо хорошо прополоскать рот, или прополоскать с раствором соды. Ну, поскольку сода это щелочь, и она нейтрализует излишние кислоты. Хочу вам пояснить, что яблочный уксус, это органическая кислота. Вначале, попадая в организм, она ведет себя как кислота, но затем идет каскад биохимических реакций, и она дает щелочную реакцию. Так что не волнуйтесь, яблочным уксусом вы не закисляете организм, а как раз, как положено, защелачивайте. Но что успевает делать яблочная кислота, попадая в желудок? Она усиливает концентрацию соляной кислоты и вообще кислотного фактора pH желудка, пища лучше переваривается, дезинфицирующие свойства желудка идеально работают, в конечном счете инфекции практически не попадают в кишечник, а переваривание белков улучшается в разы. Постепенно, изо дня в день, из недели в неделю и месяца в месяц, вы заставите свой желудок продуцировать достаточное количество соляной кислоты, тем более, если наладите нормальное естественное человеческое питание, уберете вредные продукты из своего рациона. А что же есть? У меня видео такое есть. А что же тогда есть? Оно так и называется. Ссылку оставлю, посмотрите непременно. Кстати, если вы будете принимать яблочный уксус и еще одну-две столовые ложки на стакан воды уже теплой на ночь, то вы снизите, у кого повышен сахар в крови, и уменьшится количество инсулина, а значит уменьшится количество воспалений в организме, и это очень хорошо. Да, внимание, в яблочном уксусе, натуральном, гостовском, нет никакого спирта. Не пишите глупости. Хотите, делайте яблочный уксус сами. А хотите, можете приобрести его у нас натуральный, настойный более года в дубовых бочках, потом разлитый в стекло. Ни с каким пластиком он не соприкасался. Яблоки, которые берутся, выращены в наших садах органические, выращены без химии. И этот органический яблочный уксус вы можете приобрести по ссылке. Я даже оставлю вам ссылки на два магазина. Нажмите на один и нажмите на другой, посмотрите. Кого-то устроит один вариант, кого-то другой. Но если у вас есть язва или от приема яблочного уксуса у вас появились жжения в области желудка, прекратите временный его прием и ешьте тогда больше спирулины, или разводя порошок пейте, или таблетки, сока проростка в пшенице. Пейте и ешьте активный хлорофилл, ешьте больше зелени. Этот комплекс мер подлечит ваши язвы. У кого они есть, конечно. Ну и сода в небольших количествах, в маленьких, как я говорил в своем видео, вот в этом, тоже я подробно все это пояснил. Ссылку вам оставлю. Как и на видео о хлорофилле и спирулине. Да, ну и поскольку я вам говорил про два способа, про два продукта, то скажу про второй. Недавно у меня вышло видео об этом продукте. Это белокочанная капуста, а точнее сок из белокочанной капусты. Да, этот сок решает огромное количество проблем воспалений в кишечнике. Он убирает воспаление в кишечнике. Вы спросите, а можно ли принимать и одно, и другое? Конечно, можно. Яблочный уксус перед едой, ну а капустный сок тогда пейте после еды, где-нибудь через 30-40 минут. Можно и через 20. А можно, у кого нет никаких язв, ну и скажем, за 20-30 минут до еды пить капустный сок. А потом уже перед самым приемом пищи, минут за 5-7 яблочный уксус, разведенный в воде, как я говорил выше. Напомню, что очень важные ссылки я оставлю вам под этим видео. Ну и в завершение я попрошу вас поставить пальчик вверх, подписаться, кто еще не подписан на мой канал, нажать колокольчик и выбрать получение уведомлений о выходе всех видео, отправить ссылочку на это видео всем друзьям, знакомым, близким, поделитесь и оставьте комментарий под этим видео. Это поможет продвижению моих видео. И это будет минимальной хотя бы благодарностью от вас мне за мои труды, за мои видео. Всего вам хорошего, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok